Здравствуйте! В эфире Вестник Северодвинска в студии Сергей Курбан. Смотрите сегодня в выпуске. Погиб из-за нарушения техники безопасности на Севмаше. Очередная трагедия. 32 педагога соревнуются за звание лучшего. Стартовал конкурс Учитель года. Проверить здоровье бесплатно. Там последний шанс попасть на диспансеризацию. Злостных неплательщиков алиментов лишат прав. Закон рассмотрит Совет Федерации. Узнали о теореме Пифагора и формулах от нового преподавателя. В городе стартовал очередной этап муниципального конкурса Учитель года 2016. Открытый урок по математике посетила моя коллега Ксения Кабанова. Сегодня на урок математики учащиеся 8-го Б шли с волнением. Незнакомая тема – теорема Пифагора и новый учитель из другой школы. Занятие ведет педагог с 13-летним стажем Ирина Кудрявцева. Она участница конкурса Учитель года 2016. А это одно из испытаний. Открытый урок с новыми учениками. Однако сложным оказался первый этап. Самый первый этап – это был визитка, которая не оценивалась. Но вот, наверное, сделать вот этот первый шаг, наверное, в этом конкурсе. Вот это было самое сложное. Ну, а дальше уже вступать некуда. Нужно выступать, нужно показать свой опыт, нужно рассказать о своем опыте работы, нужно показать урок. Я так считаю, что урок был полностью идеален. Все правильно построение было в уроке, правильными моментами. То есть нам с самого начала поставили задачу, и мы шли к этой задаче на протяжении всего урока. Мне больше всего понравилось, как учитель вел, можно сказать, в игровой форме урок. И очень доступно и понятно для детей языком. Понятно, как говорил. В борьбе за звание лучшего – 32 педагога. Это учителя школы, воспитатели детских садов. Всего 19 образовательных учреждений. Открытые уроки – это первый этап второго тура. Здесь соревнуются педагоги разных дисциплин – от русского языка и литературы до физкультуры. К слову, этот предмет представит единственный в конкурсе мужчина – педагог второй школы. Оценивают конкурсантов по 30 критериям. Максимальное количество баллов за занятие – 90. Смотрится правильность построения урока, целесообразность нагрузок, смена деятельности, то есть чем занимаются, чтобы это было не скучно, не однотипно. Дальше современные тенденции образования ведут к тому, чтобы ребенок сам добывал знания. И на этом уроке это было просто великолепно продемонстрировано. На этом уроке в полной мере мы увидели вот эту компетенцию учителя. То есть она была открыта для детей, в общем, со стороны детей мы тоже увидели открытое отношение к педагогу. И на мой взгляд, замечательный урок показал. Я не специалист в математике, но и даже для меня стала понятна теорема Пифагора. Муниципальный конкурс «Учитель года-2016» стартовал 16 ноября 2015 года. Значит, в этом году данный конкурс у нас проходит по четырем номинациям. Первая номинация «Учитель года», в ней принимает участие 13 человек. Вторая номинация «Молодой учитель», и в ней принимает участие 8 молодых педагогов. В номинации «Воспитатель года» заявлены 8 человек, а в «Молодой воспитатель» 4. Уже 26 ноября состоятся следующие конкурсные испытания – разговор с обучающимися для школьных учителей и разговор с родителями в детских садах. Лауреатов конкурса объявят 27 ноября. Они пройдут в следующий этап. Учителя года назовут в январе. Ксения Кабанова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Ровно месяц остался у северодвинцев, чтобы успеть на диспансеризацию. Бесплатное медицинское обследование могут пройти горожане от 18 до 99 лет. Определены годы рождения тех, кто должен посетить врачей в этом году. Очередей нет, а в кабинете всего один пациент. Так идет финальный этап диспансеризации взрослого населения города. В течение всего года северодвинцев определенных годов рождения приглашают в поликлинике города, чтобы пройти бесплатное медицинское обследование. На данный момент у горожан остался всего месяц. Ирина вышла в декрет и решила в свободное время проверить здоровье. Ничего сложного в принципе сдать анализы, кровь, ничего сложного в этом нет. Я считаю, это стоит потраченного времени, чтобы следить за своим здоровьем. В принципе, я бы посоветовала еще родственникам сходить. Заходишь, заполняешь анкету, ничего сложного. Тебе дают направление, идешь давать анализы, все. Очередей нет и быстро все. В третьей поликлинике состоянием своего здоровья заботились уже 90% из 12 тысяч запланированных к осмотру пациентов. Если бы все процедуры были платными, то вся диспансеризация обошлась бы горожанам не менее чем в 10 тысяч рублей. Но в этом случае все работы поликлиники оплачивает страховая компания. А значит и для пациентов все анализы и процедуры бесплатны. Можно выявить или фактор риска, или какое-то хроническое неинфекционное заболевание. Что такое фактор риска? Это, например, повышенный холестерин, повышенный сахар, повышенная масса тела. Человек с такого-то года рождения прошел у нас диспансеризацию. Он проходит анализ крови, кровь на сахар, холестерин. Мы направляем на маммографию, на УЗИ. И потом смотрим, что есть у человека. В этом году диспансеризацию проходят граждане, начиная с 1916 года рождения и до 1994 с промежутком в три года. Для каждой категории пациентов свой набор процедур и анализов. В следующем году на обследование ждут северодвинцев, начиная с 17 по 95 годы рождения. Подробнее о диспансеризации в третьей поликлинике можно узнать в 219 кабинете. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. 16 миллионов рублей на приобретение жилья детям-сиротам и 10 миллионов на ремонт автомобильных дорог. В правительстве региона рассказали об изменениях бюджета уходящего 2015 года. На совещании отметили, эффективная работа правительства региона позволила выполнить все взятые обязательства 2015 года. Ряд проектов, которые мы планировали закончить финансирование в следующем году, мы готовы сделать в этом. Например, соцжилье предоставят жителям Виноградовского и Лишаконского районов, отремонтируют узкоколейную железную дорогу, соединяющую поселки Овнюкский и Поперечка в Верхнетоимском районе. Глава региона отметил, в рейтинге темпа социально-экономического развития субъектов России по море занимает лидирующие позиции. Второе место в стране по тем достижениям, которые мы дали в этом году по финансо-экономической деятельности и социально-экономической деятельности в регионе. 342 миллиона трансфер федеральный на то, чтобы мы его потратили на нужды жителей региона. 10 миллионов рублей государство направляет на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Почти 6 миллионов на строительство и приобретение речных судов для грузопассажирских перевозок. Полностью профинансирует строительство и временного моста через реку Пага в Вельском районе. Расскажет о бюджете 2016 года и ответит на актуальные вопросы жителей региона. В среду, 25 ноября на канале Россия 24 в 20 часов пройдет прямая линия с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Это первая народная прямая линия губернатора после его избрания сентябрьских выборов. Сохранит ли бюджет свою социальную направленность? Возможно ли выполнение областной инвестиционной программы? Какие объекты получит область в следующем году? Такие темы заявлены для разговора. Арендная плата для предпринимателей Северодвинска может вырасти в 2016 году. Интересно, что сами бизнесмены такое подорожание поддержали. Заседание Президиума Совета по предпринимательству состоялось в кабинете мэра Михаила Гмырина. Повышение арендной ставки позволит привлечь дополнительные доходы в бюджет, пока остановились на цифре 9,9%. Теперь ее должны утвердить депутаты на сессии городского совета. Второй вопрос – обсуждение обращения ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Дому быта ветеран необходим ремонт. Слезы на глаза наворачиваются, посмотря вот на них. И, конечно, не помогать просто. Это просто преступление. Я считаю, все коммерческие организации, ну, они должны откликнуться на ту помощь, которую они просят. Мы обязаны это сделать нашим, так сказать, предкам, которые заслужили этого. Предприниматели окажут финансовую помощь. В ближайшее время они лично осмотрят объект. Не платишь алименты – отдавай водительские права. А так предполагают бороться со злостными должниками. Закон Госдумы уже приняла в трех чтениях. Сегодня данный закон рассматривает Совет Федерации. По стране около 37% алиментщиков имеют водительские права. Должники могут расстаться с правами на любой вид транспорта – автомобиль, квадроцикл, яхт и самолет. Машину оставят лишь в одном случае, если алиментщик зарабатывает транспортом на жизнь. В Северодвинске на данный момент заведено более полутора тысяч производств. Лишение водительских прав как мера наказания в городе пока не применяется. Производится арест имущества, привлечение к административной уголовной ответственности и ограничение на выезд из страны. Это еще одна мера принудительного характера, которая дает возможность взыскать задолженность по алиментам. За 2015 год к административной ответственности около 77 должников. По статье 157 уголовного кодекса за 2015 год привлечены 111 человек. Должники не будут лишены водительских прав, если долг составит меньше 10 тысяч рублей. Напомним, злостных алиментщиков в Северодвинске около 200 человек, причем 40% из них – женщины. Вторая новогодняя елка скоро засияет в парке культуры и отдыха. Сегодня пушистую красавицу установили на площадке. Осталось лишь украсить. Елку поставили в течение часа. Главное новогоднее дерево должны были установить еще на прошлой неделе. Но из-за снегопада установку перенесли. Сегодня хвойную красавицу поставили на старое место – около входа в парк культуры и отдыха. Хоть и искусственная, но долгожданная. Это вторая новогодняя елка в городе. Она практически готова. Осталось ее только украсить электрическими гирляндами. Их 8 штук у нас разноцветных. Также игрушками, шарами и всем остальным. Гирлянды, естественно, все проверены заранее. То есть они готовы. Сегодня мы начнем их монтаж. Звезда на верхушке загорится уже к выходным. А в зимние каникулы начнутся первые новогодние мероприятия. Вестник Северодвинска и другие программы ГТРК теперь могут видеть и абоненты Ростелекома. Телевидение родного города смотрите у всех кабельных операторов на 23-м канале. Определиться с будущей профессией и узнать о финансовой грамотности. День профориентации состоится в субботу 28 ноября в ЦК ОМИ с 12 до 15 часов. Приглашаются старшеклассники, педагоги и родители выпускников. Ну а теперь о погоде на завтра. Слово Ольге Савиновой. Морозы и снегопад миновали. Теперь ожидается потепление. Здравствуйте. О прогнозах на среду после анонсов. Смотрите далее в выпуске. 233 ребенка ищут новых мам и пап. Смотрите рубрику «Хочу семью». Погиб из-за нарушения техники безопасности. Очередная трагедия произошла на Севмаше. О прогнозах синоптиков Небесная канцелярия. Вас приветствует наш спонсор – медицинский центр «Семейный доктор». Только в медицинском центре «Семейный доктор» консультации ведущих специалистов Архангельска и Северодвинска. Более тысячи видов лабораторных исследований. Все виды ультразвуковой диагностики, герудотерапия, лазерное лечение, процедурный кабинет и многое другое. «Семейный доктор» ждет вас. Железнодорожная 34, телефон 500-411. 25 ноября по данным Гесметио в Северодвинске ночью до 5 градусов мороза. Днем столбик термометра поднимется до минус 2. Пасмурно, утром небольшой снег. Ветер юго-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 754 миллиметра ртутного столба. Среда обещает быть нелегкой и противоречивой. Ответственные проекты астрологи советуют отложить на потом, чего бы они ни касались – финансовой сделки, выбора нового гарнитура для спальни или даже признания в любви. Зато люди, родившиеся 25 ноября, вырастают защитниками слабых и зачастую бывают хорошими судьями. Что же касается народных примет, раз зима вступила в свои права, ранние весны ждать не стоит. В старину этот день обычно выдавался снежным. А я напоминаю, наш спонсор – медицинский центр «Семейный доктор» – это все виды ультразвуковой и лабораторной диагностики, консультации ведущих специалистов Архангельска и Северодвинска. Медицинский центр «Семейный доктор» – железнодорожная 34, телефон – 500-411. На этом прощаюсь с вами. До встречи. В честь своего дня рождения проектно-строительная компания «Высота» при приобретении квартиры в строящейся жилом комплексе «Лесной» с 12 по 27 ноября дарит чистовую отделку квартиры в подарок. Телефон 56-01-21. Магазин «Плейтудэй» поздравляет вас с наступающим Новым Годом и приглашает за подарками яркие карнавальные образы и праздничные костюмы для детей от 0 до 14 лет. «Плейтудэй» Ломоносова, 102. Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. 233 ребенка в нашем городе числятся оставшимися без попечения родителей. Все они в поисках семьи. Наша первая героиня – Вероника. Ей один год и 11 месяцев. Она любит платья и мужчин. Подробнее в рубрике «Хочу семью». Где у нас Вероника? Ах, какая красавица! К этой съемке Вероника специально не готовилась. Платье и повязка с бантом для нее обязательно и в повседневной жизни. Старших девочек воспитатели заплетают, а у Вероники волосы еще не выросли. Эту проблему и решили повязки. С ними ребенок расстается лишь на ночь. Есть у Вероники и много платьев, нет лишь семьи. Девочка ждет не только маму, но и папу. Они же мужчин у нас очень мало видят. Мужчины – это дворники, плотники, обслуживающие, которые здания мужчины. Но их у нас очень мало. И поэтому у тети одни тети кругом. И когда появляется мужчина, он, естественно, вызывает интерес. Если оператор у вас пришел, видите, как долго она его рассматривала, то есть ей нравится. И в коридоре, если встречается с нашими мужчинами, она останавливается, обязательно рассмотрит и ручку даст, поздоровается. Веронике через месяц исполнится два года. В Северодвинском доме ребенка она три месяца. Привезли из области. Маму ограничили в родительских правах. В них она бы и могла восстановиться, но инициативу не проявила. Дочку не навестила ни разу. Тем не менее, ребенок ласковый и агрессии к другим детям не проявляет. Но характер иногда показывает. Если ей говоришь, что нет, нельзя, вот, допустим, залезает наверх на горку и пытается скатиться не по скату, а по ступенькам обратно, садится на попу и говорит, что нельзя, а так, она может так вот губки надула, и слезки, и глазки затерла кулачками. Вот она так вот может у нас отреагировать. Стать родителями этого ребенка можно тремя способами. Оформить опеку, стать приемной семьей, либо усыновить. Последнее в приоритете. В нашей стране существует тайна усыновления. За ее разглашение грозит уголовная ответственность. Усыновители получают единовременное пособие более 20 тысяч рублей. За ребенка-инвалида, братьев и сестер или детей старше 7 лет до 155 тысяч. Усыновление проходит в судебном порядке. И поэтому усыновленному ребенку можно изменить фамилию, имя, отчество. В свидетельство о рождении усыновители будут вписаны как родители данного ребенка. Чаще всего в семью берут малышей до 4 лет. С начала года в городе усыновили 12 детей. А это значит, что у Вероники есть шанс стать счастливой под номером 13. Это не тот ребенок, который будет носиться с криком по квартире. Она спокойная девочка. И родители ей, скорее всего, будут нужны такие вот уравновешенные, спокойные. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» продолжается в Поморье. До 27 ноября жители региона смогут сделать анонимный звонок и сообщить о фактах употребления или распространения наркотиков. Телефон доверия 42-16-16 работает круглосуточно. Номер в Северодвинске 56-87-50. Ну а теперь о происшествиях в нашем городе в рубрике «Протокол». Рабочий погиб накануне вечером на территории Севмаш предприятия. 22-летний сотрудник подрядной организации СМУ-19 укладывал трубы. По словам очевидцев трагедии, трубу весом в тонну поднимали на стропе прикрепленный к одному из зубцов ковша экскаватора. В один из моментов груз сорвался прямо на рабочего. По какой причине данный работник находился именно в том месте, где находилось окончание трубопровода, пока стоит выяснить в ходе проверки, потому что его непосредственное место работы находилось значительно на удаленном расстоянии. Мужчина находился в канале для укладки трубы без каски, а также без робы, в которой была рация для связи с оператором экскаватора. До приезда скорой пострадавший был еще жив, но врачи спасти его не смогли. По данному факту следственные органы проводят проверку. В ДТП на улице Юбилейной этим утром едва не погибли пассажиры легковушки. Под мостом по проспекту Труда столкнулись Рено Логан и Фольксваген Пассад. Водитель автомобиля Рено Логан, двигаясь по улице Юбилейной со стороны проспекта Победа в направлении проспекта Труда на регулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущества автомобилю Фольксваген Пассад, который двигался во встречном направлении. В результате чего пострадали в данном дорожно-транспортном происшествии пассажиры автомобиля Рено Логан. Младенец был в специальном кресле, но даже оно не спасло от травм. Мама с ребенком госпитализированы, у женщины различные ушибы, ее сыну медики поставили диагноз сотрясение головного мозга. По неофициальной информации, за рулем Рено был муж и отец пострадавших. Поставлял и сбывал наркотики из Крыма в Поморье в Ялте. Задержан 23-летний северодвинец, организатор преступной группы. Поставками курительных смесей и так называемых солей он занимался через интернет. В разработке у оперативников наркоконтроля дилеры находились около полугода. При этом члены группы постоянно меняли телефоны и сим-карты. В одно и то же время в Ялте Архангельске и Северодвинске арестовали сразу нескольких преступников. Из незаконного оборота изъято свыше двух килограммов синтетических наркотиков. Если вы стали очевидцем происшествия и сняли его на фото или видео, присылайте материалы на наш электронный адрес gtrk.sevsobacomail.ru Предложить свою новость наши зрители могут нажатием одной кнопки на сайте северодвинск.тв Идти работать на завод призывает Севмаш школьников. Детей они собрали в концертном зале Дюца. Внимание привлекали интересными фактами о подводных лодках и значении предприятия в истории всей страны. Примерно столько же рук подняли школьники, отвечая на вопрос, у кого на Севмаши трудятся бабушки и дедушки. А вот тех, кто собирается идти работать туда сам, оказалось единицы. Увеличить их число завод решил с помощью форума. Проходит он во второй раз. Личным примером школьников мотивировали ветераны. Николай Маркин северодвинск приехал из Москвы служить. На Севмаш попал 44 года назад. Начинал с фрезеровщика в инструментальном цехе. За это время я окончил институт. Работал и мастером, и начальником цеха, и главным механиком завода, и замглавного инженера. То есть все, кто хочет воплотить свою мечту, они могут это сделать на нашем предприятии. Средняя зарплата на заводе – 52 тысячи рублей. Сейчас наиболее востребованы сварщики и сборщики. В следующем году прогнозируют потребность в трубопроводчиках, монтажниках и сборщиках-достройщиках. Привлекали интересными фактами. Например, что 55-й цех – самое высокое промышленное здание в Европе. А самая скоростная подлодка – золотая рыбка. Рекорд 83 километра в час. А золотую рыбку прозвали за то, что сделана из титана и слишком дорого обошлась. В отличие от традиционных форумов, представители Севмаша обращались со сцены не только с официальными речами, но и в песне. Пели про Россию. Пригласить в наш город всех президентов задумали северодвинские дети. О своих мечтах они рассказали на городском конкурсе «Кроха». Участникам от 4 до 7 лет, но они точно знают, чего хотят от жизни. Кого назвали самой яркой звездой в нашем следующем видеоматериале. Я славная, хорошая, танцую и пою. И маму Аню, папу Лёгу очень я люблю. Самого артистичного и непосредственного ребенка Северодвинска выбирали в Доме Корабела. Все конкурсанты прошли кастинг, поэтому жюри предстояла непростая задача – из маленьких артистов выбрать самую яркую звезду. Дети поделились своими мечтами, исполнили песни и танцы, потрудились на славу имамы. Им пришлось придумать несколько костюмов для всех номеров. «Кроха» 2015 года назвали Арину Вагнер. Жюри отметило, что в своем решении они были единогласны. Новая удобная упаковка. Ничего, кроме молока. Северодвинск молоко. Покупайте с удовольствием. 70 тысяч экземпляров. Попадаем в каждый ящик. Газета «Информ Северный Рабочий». Размести объявления в еженедельном информационно-рекламном издании. И твои клиенты найдут тебя. «Информ Северный Рабочий». Телефон отдела рекламы 566-755. Электронный адрес informsobaka.nworker.ru Вестник Северодвинска о спорте. У чемпионата области по мини-футболу сменился лидер. Накануне в спортзале «Строитель» футболисты «Северина» приняли своих самых принципиальных соперников из архангельской команды «Рома». А еще один столичный клуб «Армида» съездил на выездной матч в Вельск команде «Маяконком». В случае победы в домашнем матче против архангельской «Ромы» футболисты «Северина» вышли бы на первую строчку в чемпионате области. К тому же соперник «Краснобелых» неудачно начал сезон с поражением «Армиде» и ничейным матчем с «Пахарем». Но не стоит недооценивать «Рому», состав которой усилили сразу три игрока «Котловской искры». Иван Яковлев, Богдан Бурдин и Владислав Дурягин. Именно Влад и Иван вывели гостей вперед, а Семен Ковязин упрочил преимущество «Ромы». Такой счет не отражал происходящего на поле. Футболисты «Северина» имели как минимум четыре верных момента в первом тайме. Но раз за разом откровенно мазали мимо ворот. Лишь один раз мяч достиг цели после дальнего удара Владимира Боровых. В начале второй половины к радости болельщиков Александр Арсентьев сокращает счет. Забей хозяева еще один гол и неизвестно, как бы закончился матч. А так подопечные Альберта Фазлыева продолжали транжирить моменты. А все те же Дурягин и Бурдин два раза огорчили голкипера «Северина». За семь минут до конца хозяева стали катать пятого полевого, но забили лишь один гол. 3-5. Волевая победа футболистов «Ромы». Почему «Искра» в этом году не заявилась на чемпионат области? Ряд причин у нас был. Во-первых, «Химик» заявился в этом году. У нас одного, так скажем, сильного игрока нету, Александра Колесникова. Денис Апушкин все-таки решил с футболом закончить. Но возможно, что на кубок еще за «Искру» приедет, мы приедем «Искру» играть. За счет чего сегодня все-таки победили «Северин»? За счет, во-первых, самоотдачи. Где-то несколько раз нам повезло. В общем-то, надо быть объективными. И реализация. Где-то мы оказались сильнее в этом плане. Это самое главное. Немного, я считаю, не так сыграли тактически. Надо было просто поплотнее. Как Самодуров Дмитрий кричал, что всю игру прессинг, прессинг. Но просто, может быть, даже физически нас не хватило. Они посвежее. И поэтому, наверное. Ну и не забили, в принципе, сколько моментов. И, наверное, после этого уже немножко руки опустились. Осечка «Северина» позволила Архангельской Армиде возглавить турнирную таблицу. После победы 2-4 в непростом выездном матче с вельским «Маяком-Анком». На второй строчке «Севмаш» и на третий «Пахарь». Константин Мухин, Семен Самигулин. Вестник. Северодвинска. На сегодня это все новости. Прямо сейчас программа «Камильфо». Впервые ведущая изменила правила программы и пригласила не гостя, а гостью. Сложно ли вызвать женщину на разговор по душам? Смотрите сразу после Вестника Северодвинска. Наши видеоматериалы можно увидеть на сайте северодвинск.тв. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Поэтому всегда будь настороже. Обращай внимание на подозрительных людей, предметы. Никогда не принимай от незнакомцев пакеты и сумки. Избегайте большого скопления людей. Не вступайте в незарегистрированные организации. При угрозе теракта контролируйте ситуацию. Узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. По телефону 02 МВД России или 58 21 31 ФСБ России и региональное управление по Архангельской области в городе Северодвинске. Отдел гражданской защиты администрации Северодвинска. Телефон 58 34 54. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Городская справочная. 8 800 158 55. Информируем обо всем. Бесплатно, оперативно, ежедневно. Выставка «Шубы на расклад». 24-25 ноября ЦК «Омбэчука-2» с 26 по 28 ноября НТЦ «Звездочка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В среду 25 ноября в Северодвинске ожидается. Петер юго-западный к вечеру сменится на южный, умеренный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 754 миллиметра ртутного столба. Пасмурно, утром небольшой снег. Температура ночью минус 4, минус 6, днем до 4 градусов ниже нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова